Друзья, всем привет! Продолжаем наше чтение Бхагавадгиты, как оно есть, его божественной милости, Абхайчар Наравинда, Бхактивиданда, с вами Ширилы Пракупады. Буквально вчера, накануне, весь мир праздновал явление Ширимат Бхагавадгиты. Если посмотреть справочные источники, битва на Курукшетре, перед которой как раз не была рассказана Бхагавадгита, состоялась в 3102 году до н.э. То есть вчера практически весь мир праздновал 5124 годовщину, со дня явления Бхагавадгиты. Она была рассказана на 11-й день растущей Луны, по нашему календарю как раз в декабре. Поэтому вчера все последователи ведической культуры праздновали день явления Бхагавадгиты. Наша программа, друзья, мы продолжим чтение введения к Бхагавадгите Ширилы Пракупады. И я позволю себе сделать некоторые дополнения к этому комментарию. Так Прабупада пишет в введении. Что же такое Бхагавадгита? Ее цель – спасти человечество из плена неведения, вызволить его из тюрьмы материального существования. То есть видите, достаточно высокая миссия у Бхагавадгиты – спасти человечество из плена неведения, вызволить из тюрьмы материального существования. В соответствии с ведическими знаниями, этот материальный мир в какой-то степени можно сравнить с тюрьмой. В каком смысле с тюрьмой? Ну, потому что мы с вами, духовные души, абсолютно свободные. В этом материальном мире заключены в так называемую темницу материального тела. Именно материальное тело веды сравнивают с тюрьмой. В котором находится духовная душа, свободная по своей духовной природе, но в силу определенных обстоятельств, оказавшаяся в плену этого материального существования, в тисках этого материального тела. Почему? Потому что душа в своем сознании соприкасается с невежеством. Опять же, очень глубокий философский вопрос, а почему исполненное знание вечности и блаженства, это природа души, духовная душа, вот, оказалась в этом положении. И те же веды отвечают, потому что в какой-то момент душа пожелала получить этот опыт, ну, проверить. А как вот в этом материальном мире? В мире, в котором вы просто так не встретите Бога. То есть, это мир, в котором Бог скрыт от нас. Может быть, в этом материальном мире жить лучше, чем в царстве Бога. То есть, мы с вами в этом мире получаем опыт жизни без Бога. Для чего нам предоставлена такая возможность? Ну, потому что для всех нас, обитателей материального мира, этот опыт очень ценен и важен. Ну, опять же, классический вопрос, почему кто-то в духовном мире, а я здесь? Ну, потому что тем, кто находится в духовном мире, неинтересен опыт пребывания в мире материальном. То есть, у них нет таких желаний. Прийти в материальный мир и посмотреть, а может быть, без Бога жить лучше. А у нас с вами есть такое желание. Поэтому мы оказались здесь. В то же самое время, Господь позаботился о том, чтобы у нас с вами была возможность, при желании, вернуться назад домой к Богу. И вот эту возможность предоставляет нам ведическая культура, ведическое знание. Ну, и в данном случае, Бхагавангита. То есть, Господь рассказал Бхагавангиту на поле битвы Курокшетра, своему преданному Арджуне, не просто для того, чтобы вывести его из неведения, а для того, чтобы дать возможность всем нам, ну, при желании, соприкоснувшись с этим уникальным знанием, также выйти из этого состояния неведения, получить знания о духовном мире и сделать свой выбор, ну, благоприятный выбор. То есть, если нам надоело уже бороздить просторы этого материального, океана материального существования, если у нас появилось желание вернуться назад домой к Богу, чтобы у нас была такая возможность. И дальше Прабхапада пишет, каждый из нас постоянно сталкивается с многочисленными трудностями. Арджуна, которому предстояло участвовать в битве при Курокшетре, также оказался в трудном положении. Арджуна предался Шри Кришне, и в результате этого была рассказана Бхагавангита. Не только Арджуна, но и каждый из нас беспрестанно испытывает тревоги и беспокойство, поскольку живет в материальном мире. То есть, материальный мир – это место, исполненное беспокойством. В Ведах, кстати, духовный мир называется Вайкундхай. Вайкундха – это место, лишенное беспокойства. Буквально, Вайкундха означает место, где отсутствует беспокойство. А материальный мир – это место, где эти беспокойства присутствуют. Дальше Прабхапада продолжает. Само наше бытие протекает в атмосфере небытия. Ну, то есть, мы в этом материальном измерении осуществляем какую-то материальную деятельность, но душа при этом как будто пребывает в состоянии спячки. Ну, то есть, как в состоянии забвения. Иногда в Ведах такое состояние сравнивает с комой. Ну, мы знаем, что есть такие пациенты, которых с помощью определенных приборов, которым поддерживает жизнь в теле, но человек пребывает в коме, то есть, его сознание выключено практически, да. Хотя, жизнь в теле теплится. Но что это за жизнь? Тело просто лежит, подключенное к определенным приборам, функционирует каким-то образом. Но мы видим, что человек, по сути, пребывает вот в таком отключенном, в бессознательном состоянии. Вот поэтому наша материальная жизнь с духовной точки зрения – это состояние комы или состояние небытия. Дальше правопада продолжает. В действительности же мы не должны бояться небытия, потому что наше бытие вечно. Однако, так или иначе, мы оказались в ловушке. Асад. Асад значит то, чего не существует. То есть, видите, правопада очень осторожно рассматривает эту тему, потому что он говорит, так или иначе мы оказались. То есть, сейчас он не рассматривает причину, почему мы оказались в этом материальном мире. Кстати, это тоже один из ключевых моментов. Иногда люди спорят об этом. Почему мы оказались в этом материальном мире. А в другом месте правопада пишет, что не так важно понять, почему мы здесь оказались. Как важно понять, как нам отсюда выбраться. И он тоже приводит классическую иллюстрацию. Ну, для больного, для пациента, не так важно понять, почему он заболел. Ему важнее понять, а как побыстрее выздороветь. Или тоже аналогия есть такая, что когда к врачу приходит пациент, психически нездоровый, ну, сумасшедший пациент, и требует, чтобы врач объяснил ему, как он оказался в этой больнице. Когда пациент требует от врача объяснить причину его пребывания в психбольнице, врач понимает бестолку пациенту объяснять эту причину, потому что как ему не объясняю, он не поймет. Ну, потому что он находится в состоянии, которое не позволяет ему понять эту причину. Но, если сделать все для того, чтобы пациент выздоровел, по мере того, как он будет выздоравливать, к нему самому естественным образом вернется вот это осознание того, а как он умудрился вот дойти до такой жизни. Ну, то есть потерять разум. И Павпада дальше пишет. Из миллионов и миллиардов людей, страдающих в материальном мире, лишь немногие по-настоящему задаются вопросом. Потом, каково их положение? Кто они такие? Почему оказались здесь? И тому подобное. До тех пор, пока человек не пробудился ото сна, не задумался над причинами своих страданий, пока не понял, что больше не хочет страдать, а хочет положить конец всем своим страданиям, его нельзя считать человеком в полном смысле слова. Ну, очень сильное утверждение. Павпада дальше пишет. Человек становится человеком только тогда, когда в его уме начинают возникать подобные вопросы. Ну, что за вопросы? Почему я страдаю? Ведь я не хочу страдать. Как мне положить конец всем моим страданиям? Если человек не задается таким вопросом, Павпада утверждает, его нельзя в полной мере считать человеком. Ну, да, потому что, можете заметить, есть низшие формы жизни, например, животные. Животное не задается таким вопросом. Почему я страдаю? А как мне избавиться от страданий? Животное просто приспосабливается к тем условиям, в которых находится, и пытается просто выжить. И все. Животное не ищет ответов на подобные вопросы. А человек в силу своего высокоразвитого разума может задавать такие вопросы и может найти на них ответ. Дальше Павпада пишет. В Брама-сутре подобные вопросы названы Брама-джигьяса. Адхату Брама-джигьяса. Павпада приводит цитату из Брама-сутры. Это означает, Адхату Брама-джигьяса пришло время вопрошать о духовном. Задавать вопросы, касающиеся Брамана или духовного бытия. Это значит, Адхату Брама-джигьяса. Пришло время вопрошать о своей духовной природе. Дальше Павпада пишет. Любая деятельность, которой занимается человек, считается пустой и бесполезной, если он не задается вопросом о природе Абсолюта. То есть о природе духовного начала, из которого мы все с вами исходим, и в котором мы все с вами пребываем, на самом деле. Таким образом, понять Бхагавадгиту может лишь тот, кто начал задумываться над причиной своих страданий, над тем, откуда он пришел и куда отправиться после смерти. Искренне и серьезный ученик должен, кроме того, с великим почтением относиться к верховной личности Бога. Именно таким учеником и был Арджуна. Видите, Павпада также подчеркивает очень важный момент. Кроме того, что мы должны искать ответы на вот эти насущные вопросы, откуда я пришел и куда я отправлюсь после своей смерти, у меня должно быть почтительное отношение к Богу. Потому что вот это почтение, с которым я отношусь к Богу, по сути, к самому принципу абсолютной истины. Вот это почтение позволяет мне воспринять эти знания. Это очень важный момент. Потому что, если мы считаем, что нет никого превыше меня, что я последняя инстанция, которая все знает и которая уже может все оценивать. То есть, как я по-другому говорю, если я думаю, что я ходячее совершенство, я все понимаю, я во всем разбираюсь, мне уже нечем учиться, меня никто не может ничему научить, потому что я уже все знаю. Тогда у меня нет никаких шансов восприятия ведического знания, потому что веды способен познать, постичь только ученик. А ученик это тот, кто сознает, что я в какой-то степени не учен. Мне еще многому нужно научиться. и в этом мире есть те, на самом деле, учителя, которые могут передать мне это уникальное знание. И самым первым, и главным таким учителем является сам Господь. Потому что высшим духовным учителем для всех нас является Бог. И Прабхупада подчеркивает этот момент. Если у нас есть почтительное отношение к высшему духовному учителю, к Богу, тогда у нас есть шанс найти ответы на все вот эти вопросы. И именно таким учеником был Арджуна. Дальше Прабхупада продолжает. Господь Кришна не сходит на землю в первую очередь для того, чтобы напомнить забывчивым людям об истинной цели их жизни. Но даже тогда из многих миллионов пробудившихся людей только один может по-настоящему проникнуться этим духом и осознать свое истинное положение. Именно для таких людей Господь рассказал Бхагавабхиту. По сути дела все мы находимся в пасте у тигра неведения. Однако Господь необыкновенно милости в живем существам особенно к лидям. Именно поэтому Он рассказал Бхагавабхиту, сделав своего друга Арджуну своим учеником. Будучи спутником Господа Кришны, Арджуна стоял над миром невежества. Однако на поле битвы Курокшетра Он был повергнут во тьму неведения для того, чтобы задать Господу Кришне вопросы о проблемах бытия и дать возможность Господу ответить на них на благо всех последующих поколений, которые таким образом получат программу действий. Следуя ей, люди смогут достичь цели человеческой жизни. Первый важный момент. Следует понимать, что близкие спутники Господа Арджуна относился к этой категории. Они уже вне неведения. Они уже обладают знанием. Но Господь в соответствии со своим замыслом помещает их в такую ситуацию, в которой у них возникают очень важные вопросы. И отвечая на эти вопросы, Господь в действительности дает знания нам. И праупада здесь подчеркивает очень важный принцип, что эти знания включают в себя целую программу действий. То есть по сути Бхагавадгита представляет собой четкую программу действий, которые позволяют нам выбраться из этого материального мира и вернуться назад, домой к Богу. Это четкая программа. Следуя ей, люди смогут достичь цели человеческой жизни. То есть знание Бхагавадгиты наделяет нас способностью по сути осуществить свое предназначение. В чем состоит наше предназначение? Я часто в своих эфирах повторяю этот принцип. Мы пришли в этот мир для того, чтобы сделать этот мир лучше и жизнь окружающих людей сделать лучше. Ну в соответствии с планом Господа. Но дальше если разбирать подробнее, что значит сделать этот мир лучше? Дать возможность всем в этом мире жить в соответствии с духовными принципами, то есть с принципами души. И живя в соответствии с духовными принципами, наполнить атмосферу этого мира энергии радости, энергии счастья, энергии процветания, энергии духовного развития. И таким образом подготовиться к возвращению назад в духовный мир. Потому что если в этом мире уже живете в соответствии с духовными принципами, все, вы готовы к возвращению в мир духовный. Царство Бога. Если вы живете в этом материальном мире, опираясь на принципы невежества, если вы нарушаете все законы духовного бытия, если вы нарушаете законы Бога, то вы подобны заключенным, которые в тюрьме долгое время пребывают, но они так и не исправились. И поскольку пребывание в тюрьме не принесло им благо, то есть не исправило, этих заключенных, им продлевает срок пребывания в тюрьме. То есть им добавляют, добавляют и добавляют этот срок. Но тот, кто использовал время пребывания в тюрьме для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, отказаться от преступной жизни и уже в тюрьме начал вести жизнь праведника. все такому человеку наоборот сокращают срок пребывания в тюрьме и выпускают его досрочно. И вот возможность изменить свою жизнь и начать строить ее на духовных принципах предоставляет нам знания, которые мы получаем в Багавангите, читая Багавангиту. Так, друзья, еще раз поздравляю вас с прошедшим праздником, явлением Шримад Багавангиты. Шримад на санскрите означает великолепное Багавангита. И я, как обычно, пожелаю вам удачи, успеха в изучении ведической культуры, ведической традиции, в особенности в изучении Багавангиты. Я желаю вам радости, счастья, любви. И до следующих встреч на наших эфирах. гори Wakавангита. Продолжение следует...